Здравствуйте! В эфире телеканала Россия 24, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил город Карачаевск с 96-летием. Здесь горы встречаются с небом, именно эти строки вспоминаешь, когда говоришь об одном из самых красивых уголков нашей республики Карачаевске. Этот город никого не оставит равнодушным. Величественные горы, потрясающие пейзажи и гостеприимный народ с открытой душой и добрым сердцем. Здесь действительно живут удивительные люди, трудолюбивые, талантливые, мужественные, настоящие патриоты своей малой родины и великой России. Благодаря трудолюбию жителей, активному участию города в нацпроектах, федеральных и региональных программах, Карачаевск преображается из года в год, а жизнь в нем становится комфортнее и интереснее. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Карачаевский городской округ еще лучше и красивее. От всей души поздравляю горожан с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, уюта и благополучия каждой семье, развития, процветания, мира и добра тебе, Карачаевск. Говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. В Доме правительства прошло заседание членов Организационного комитета по вопросам участия Карачаева-Черкесии в международной выставке-форуме «Россия в Москве». Модератором выступил министр экономического развития Артур Эзаов. Члены правительства, руководители и представители Министерства и ведомств Республики обсудили ключевые организационные вопросы. Выступившие рассказали об исполнении протокольных поручений, данным по итогам предыдущего заседания. Состоялась презентация мероприятий с планом и графиком их проведения в рамках выставки. Обсудили предложения по взаимодействию с федеральными ведомствами и иными субъектами в рамках форума. Также обсудили план подготовки к пресс-конференции главы республики, запланированной в рамках Дня Карачаева-Черкесии. «Около двух недель до начала выставки хотелось бы, наверное, еще много чего нужно сделать и предстоит сделать. Хотелось бы, наверное, немного сверить нам сейчас с вами нашу текущую подготовительную ситуацию, что еще нужно сделать, обознать, что еще нужно сделать и в ближайшее время приступить к реализации всего того, что нам еще осталось. Вчера у нас состоялась встреча с нашими амбассадорами, не со всеми амбассадорами, с частью из них. Хотел бы просто так отметить, что амбассадорами у нас являются медийные личности. Основная задача их – это, безусловно, и представить республику достойно, и привлечь максимум внимания к нашему региону, максимальную аудиторию привлечь». 16 по 22 октября на территории Карачева-Черкесии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Представители автоинспекции Ространснадзора проверяют как состояние транспортных средств общего пользования, имеющиеся у водителей документацию, так и соблюдение перевозчиками трудового графика. На одном из рейдов побывал Артур Мхце. Проверки, которые никому не нужны. Такого мнения придерживаются многие водители, наблюдавшие за рейдовым мероприятием автоинспекторов и представителей Транснадзора в местах отправки и прибытия общественного транспорта. Но давайте взглянем на это с другой стороны. Перевозку пассажиров осуществляет кто хочет, без какой-либо разрешительной документации, под воздействием алкоголя или наркотиков, на разваливающейся на ходу колымаги и не соблюдая правила дорожного движения. Такое, увы, нередко можно встретить среди таксистов или мобил, где скачанное приложение уже служит пропуском в мир пассажироперевозок. Но сейчас не о них. Водитель маршрутного транспорта отвечает за жизни многих людей. А потому тщательный подход к проверке каждого просто необходим. За нарушения, которые несут в себе угрозу, причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, предусмотрена административная ответственность. Нарушения, которые не несут такой угрозы, проводятся профилактические мероприятия. То есть, не карательные, а профилактика. В соответствии с изменениями законодательства по 248-му федеральному закону о госконтроле, у нас предусматриваются профилактические мероприятия. Профвизиты, выдача предостережений. Главная цель надзорных ведомств – не наказание, а профилактика. То есть, предупреждение людям быть более бдительными, серьёзнее относиться к существующим требованиям. Стабилизировать обстановку в сфере безопасности дорожного движения, минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий можно лишь с помощью периодических встреч, бесед с водителями и руководителями автотранспортных предприятий. К примеру, скажем, если это нарушение режима труда и отдыха, то есть водитель может устать. Здесь уже штрафные санкции, административная ответственность. А если, грубо скажем, какой-то документ он забыл, отсутствие его не несёт за собой таких тяжких последствий, здесь уже такие профилактические мероприятия проходят. Здесь всё нормально? В основном, да, на техничесправности. Да, всё нормально. Полты на месте, резина новая. На что обращаете внимание при проверке? На техничесправность транспортного средства и на документацию, наличие водительских прав, страховки, диагностической карты, то есть прохождение технического осмотра вовремя. Какие наиболее часто встречающиеся нарушения у водителей? В основном, ну, вот и есть технические неисправности. Резины разные, резина разная. Данные профилактические мероприятия важны в связи с тем, что новых машин мало, а за старыми машинами надо ухаживать, смотреть. И зачастую, да, бывает, что такие попадаются, что не смотрят, не ухаживают за машинами. Некоторые водители всё же поддерживают проведение проверок. Они считают, что это необходимо хотя бы в качестве напоминания. Ведь любой человек может по забывчивости что-то упустить. Однако перевозчик, отправляясь по маршруту, несёт ответственность не только за себя, но и за десятки тех, кто ему доверился. Что должно быть у водителя? У водителя всё должно быть. Все документации, страховка пассажиров, маршрутная карта, техосмотр, страховка машины. Если кому-то плохо стало, наверняка и аптечка должна быть. И плохо стало, а таблича этого... Есть медицинские эти, но там препаратов нет вот сейчас. То есть в нынешнем стандартном наборе аптечки практически нет ничего из того, что может пригодиться в экстренном случае. Водитель сетует, что всё необходимое приходится докупать отдельно. В остальном же, считает перевозчик, проверки помогают держать себя в тонусе. Заранее позаботятся как о документации, так и о техническом состоянии транспортных средств. Серия рейдовых мероприятий перевозчик проходит на территории всей Карачаево-Черкесии с 16 по 22 октября. Артур Махса, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. На базе Центра образования номер 11 специалисты консультационного центра для родителей провели групповую консультацию. В очередной раз рассказали, как повысить их компетентность в вопросах образования и воспитания детей. Центр, как и прежде, оказывает консультации в очной форме через выездные и дистанционные консультации. О планах и результатах работы специалистов Альбина Ламкова. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования в нашей республике продолжает работу Республиканский консультационный центр. На следующий год, в 2024 году, Центр образования номер 11 останется республиканской площадкой, то есть останется Республиканским консультационным центром. Что в Москве ценили нашу работу, и мы выиграли грант, и на следующий год. Мы понимаем важность данного мероприятия, потому что от психологической атмосферы в семье зависит не просто функционирование семьи, а функционирование государства и эмоциональная составляющая будущих граждан. Сейчас проходит Всероссийская неделя родительской компетентности в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг психолога, педагогической, методической и консультационной помощи родителям или законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Призываем всех родителей воспользоваться бесплатными услугами. В наше время рыночных отношений так редко предоставляют что-либо бесплатно. Тут государство готово оплатить. Самое главное, что есть в наше время, это образовательную, воспитательную услугу. Образование в век информационных технологий стоит очень дорого. Поэтому, дорогие родители, придите. Мы сделаем жизнь вашу лучше и ваших детей. Консультации по вопросам образования и воспитания детей до 18 лет могут оказать помощь дефектолог, педагог, психолог и логопед. Еще бы хотела призвать к следующим. Мы все время говорим, ВПР, как это страшно. ОГЭ, боже ему, АЕГЭ – это вообще караул. А скоро у нас будем писать сочинения, и вся семья начинает себя накручивать. Вот я вам хочу сказать, не надо этим заниматься. Есть специальные люди, которые готовы вас настроить, настроить ваших детей, всех ваших бабушек, дедушек, всех, кто в вашей семье переживает за выпускников или учащихся школ. Педагогическая грамотность родителей, их просвещенность в психологии, мотивированность их на полноценное воспитание своего ребенка – залог успеха в обучении и развитии у него социальной и жизненной компетенции. Над чем и работают специалисты. Я провожу консультации для родителей на протяжении уже пяти лет. Также мне помогают и психологи, и логопеды, и дефектолог. Наша работа очень эффективна для родителей. Они получают консультации и очень довольны. Мария Мбаташева воспитывает семерых детей. Полученная психолога педагогическая информация на таких встречах всегда своевременна. Каждый раз что-то новое и полезное, говорит она. У меня в семье особый ребенок. И мы обращаемся с ребенком, как бы специалистом, дефектологу, логопеду, психологу. Очень хорошие результаты. Бывало, что комплексовали и не хотели разговаривать с другими людьми. И как бы вот сейчас и стишки учат. Получить бесплатную консультацию и психологическую помощь могут все желающие родители. Записаться можно по электронной записи на официальном сайте центра. Также услуги оказывают дистанционно, по телефону и скайпу. А в некоторых случаях возможен выезд на дом. Моя тема на сегодня – это развитие, воспитание и обучение детей с ОВЗ или инвалидностью. На данном вебинаре мы знакомимся с понятиями, также даем рекомендации, говорим общий план действий для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. И мы заметили, что когда мы проводим наши вебинары дистанционно, то большее количество родителей, законных представителей, имеют возможность подключиться к этому вебинару. Потому что, как вы понимаете, мы проводим это не только в выходные дни, но и в течение будних дней. Еще в рамках Всероссийской недели родительской компетентности специалисты консультационного центра будут работать на выезде в Зеленчукском районе, так как поступило много обращений от ее жителей. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее завтра. В Черкесске в 8 утра откроется республиканская осенняя ярмарка. В этот раз она разместится на площадке сетевого магазина «Гиперлента». Свежую и качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представят порядка 200 производителей из Карачаево-Черкесии и соседних регионов. В ассортименте молочная и мясная продукции, овощи и фруктного урожая, кулинарные и кондитерские изделия, свежая рыба, мед, сахар и многое другое. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой с участием творческих коллективов Карачаево-Черкесии. И ярмарка будет работать до 16 часов. Накануне отмечали День образования Совета ветеранов войск Национальной гвардии Карачаево-Черкесии. Председатель Совета Василий Попов рассказал нашему корреспонденту Дарье Тендит об основных выполняемых задачах и о проводимых патриотических мероприятиях для воспитания молодых сотрудников Росгвардии и школьников нашей республики. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.